Привет, дорогие друзья! Меня зовут Карина Вальчук и это агентство How to Spade. Сегодня у нас в гостях наша клиентка Мария. Мы с ней посидим вместе и обсудим ее опыт переезда в Испании. Мы развеем популярные мифы и страхи, поймем, что же на самом деле реально сложно сделать в Испании и как все эти трудности пройти успешно. Я хочу узнать всю историю с самого начала. Ты здесь уже примерно полгода. Мы за кадром немножко уже начали обсуждать, как же ты переехала. Очень интересная история и хочу, чтобы ты, возможно, ее сейчас более детально осветила. Слушай, ну задумалась я о переезде где-то чуть больше года назад и ровно год назад я приняла это решение и так случилось, что мы с моей подругой, с которой жили совершенно рядом, но встречались с тем, что много работы, много каких-то дел, очень редко. И вот мы встретились ровно год назад где-то в середине июля в Санкт-Петербурге и начали разговаривать о жизни, о том, что дальше будет. И она мне говорит, а я переезжаю в Испанию. Я говорю, а я уже придумала себе, что я тоже переезжаю в Испанию и придумала себе город Валенсия. Я была здесь всего один раз и мне очень понравилось. Я говорю, а куда? Она говорит, в Валенсию. Я тоже еду в Валенсию. Она говорит, когда? Я говорю, ну мне сейчас надо закончить дела. Я только начала все делать. Еще нет визы, еще нет документов, еще нет понимания, где я, что я буду делать. Но я понимаю, что я буду учиться и я хочу переехать в Испанию, чтобы жить. И для того мне нужен язык, чтобы работать, чтобы адаптироваться. И она говорит, а я уже нашла себе школу, я уже нашла себе место, где буду учиться. Ну, с жильем еще пока определяюсь. Я начала спрашивать, узнавать, что и как. И она мне показывает ваше агентство, ваш сайт. Я все смотрю. Мне нравится, в общем, как это все выглядит со стороны. И начинаю спрашивать и узнавать, что по школе, где и как и что. Конечно, тогда слова эти были все незнакомы, сейчас уже более все понятно. Она сказала, что будет учиться в школе АДОС, что есть возможность взять курс интенсивного обучения. Это четыре уровня за один год. Это очень интенсивно. Четыре уровня это имеется в виду? А1, А2, Б1, 1, Б1, 2. Тогда я думала, что это будет Б1, Б2. Но сейчас я понимаю, что Б2 за первый год, возможно, это реально для кого-то, но это достаточно сложно. То есть больше реально Б1, Б1, 1, Б1, 2. И подойти к Б2. И я тогда тебе написала, не знаю, помнишь ты или нет, я тогда тебе написала, сказала, что вот я хочу, я хочу где-то через полгода в середине. Я думала, тогда буду, что поеду в марте. Но потом потихоньку, постепенно перенесла дату на февраль, потому что мне хотелось ехать быстрее. И ты мне ответила тогда, что ну давайте, делайте визу, посмотрим. Потому что у меня не было визы, и я не понимала, когда я могу заехать. Я просто знала, что я хочу уехать в февраль-март следующего года. И ты написала, давай, давай, все делай. А? Когда сделаешь визу, отпишись. Я начинаю постепенно узнавать, что такое Валенсия, потому что я была всего один раз, и что-то за город не знала. Постепенно начинаю узнавать Валенсия, что такое. Слежу за агентством, начинаю на ютубе, в инстаграмм собирать людей, которые здесь живут, которые что-то рассказывают. Вот ровно год назад началась эта история. И это удивительно, потому что вот сегодня 15 июля, и 14 февраля я заехала сюда. И мне хочется сказать, что дисплейси. Уже испанские словечки, да, вставляем. И после этого я начинаю, когда я начинаю узнавать больше о школе, я понимаю, что обучение идет испанский на испанском, и у меня ноль. Это шок для всех клиентов. Расскажи, пожалуйста, раз мы уже встали про тему. Да, да, да. Это очень интересно. Сейчас я подойду к этому. Испанские, здесь испанскоязычные, в испанской школе преподают испанский на испанском. Испаноязычные преподаватели объясняют на испанском то, что мы должны понять те люди, которые вообще не знают испанского. У меня был там уровень дуолинга 1. Помогло это дуолингу, как это приехало? Я думаю, что помогло, потому что именно вот первичный словарный запас, это же регулярное употребление этих слов каждый день, утром, вечером, каждый день, утром, вечером. Не пропускаю, постоянно дают напоминания. И ты думаешь, мне это надо, мне это надо, мне это надо. И ты это делаешь, потому что что-то больше вначале, до этого очень сложно. Потом, когда я поняла, вот в этот момент, когда я поняла, что испанский на испанском, я где-то с сентября месяца начала самостоятельно искать какие-то на ютубе, слушать много объяснений по языку, по грамматике, просто наслушивать, потому что сначала это воспринять очень сложно. Потом, вот эти полгода до отъезда у меня в ушах была только испанская музыка. Только испанская музыка, популярные эти песни, которые мы знаем, и регулярный просмотр на ютубе, разборы испаноязычных песен. Вот я разбор послушаю, и потом эта песня у меня в ушах все время. Потом следующий, это надоело, следующий я послушаю, разбор послушала, и эта песня в ушах. Я думаю, что это тоже словарный запас дает какую-то базу. Интересно. Видишь, когда ты переезжала, у нас еще не было такой возможности. Сейчас у нас есть уже партнеры онлайн-школы испанского. При покупке от How to Spain курса от 16 занятий, у нас идет даже одно занятие дополнительное. Мне кажется, это очень поможет тем, которые только сейчас планируют переезд. Чтобы уже заниматься и понимать. Вообще, да, вообще предварительная подготовка нужна. Ты не сможешь все абсолютно объять. И я занималась в маленьких группах онлайн, по часу в день. Вот в такой формат. Да, да, по часу в день, маленькие группы. Потом на зимних каникулах, когда у нас был перерыв в этих занятиях, я брала уроки онлайн тоже с репетитором. Один на один. Один на один. Нужно. Сначала нужно, чтобы тебе объяснили на русском хотя бы минимальную часть грамматики. Самые основы. Хорошо. И когда я с этим пришла в школу, это реально... Во-первых, я пришла, почему-то все немножко тоже знали испанский. Ну, вот на этом... Это даже не А1. Вот то, что я готовилась, это не А1, это просто словарный запас. Это А0-1 подготовка. И когда тебе уже с каким-то словарным запасом ты начинаешь слушать испаноязычного преподавателя, у тебя ложится это лучше. И я чувствую по сравнению с теми, кто переехал без подготовки, что у меня испанский идет намного лучше. Я сейчас достаточно свободно разговариваю с испанцами. Я не боюсь этого. И чем больше я говорю, тем больше мне это интересно. И тем больше... Сейчас вот я то, что слышу, я слышу, я понимаю уже практически все. Вот такие простые вещи, бытовые разговоры. Разговоры... Даже разговоры о политике бывают иногда. Но разговоры о жизни я понимаю. Я не могу сейчас пока сказать все, что я хочу сказать. Даже я не могу сказать все, что я хочу, когда я здесь живу уже 7 лет. Я говорю про то, что язык это всегда нужно учить. Да, язык это учить всю жизнь. Но много... Вот обычный простой разговор, как мы сейчас разговариваем, я могу поддерживать, вести. И, конечно, мне это очень нравится. Кстати, вы знали, что при покупке годового курса от наших партнеров ты получишь все наше сопровождение от начала и до получения пластиковой карты бесплатно. Четыре часа в день заниматься сложно? Четыре часа в день. Мне нравится учиться. И для меня иногда даже этого мало. То есть я занимаюсь в школе и потом вечером у меня еще всегда какие-то дополнительные уроки или курсы. Либо если у меня нет никаких дополнительных курсов и я ничего не слушаю дополнительно, я слушаю новости. Просто полчаса, час новости Испании по каналу 24. Но это я начала вот сейчас, чуть попозже, где-то через три месяца после того, как начала учиться в школе. А до этого уровень А1 мы учились со второй смены, с двух часов. И у меня была возможность по утрам заниматься вот в этой маленькой группе, в которой я начинала заниматься еще в сентябре. И я пару месяцев еще с ними занималась. То есть утром у меня были занятия дома час, потом я собиралась, немножко занимаюсь спортом. И после обеда я занималась в школе. Ага. Знаешь, какой еще вопрос бывает часто? Говорят, я уже не студентка, чтобы учиться. Возможно, у кого-то, если там ему 25+, кто-то стесняется. Расскажи, какая у вас группа? Было ли у тебя с такой стеснением? Ну, нет. Ну, то есть говорят, я уже не хочу, не могу по студенческой визе. А вдруг мне откажут? Или какой-то еще такой вопрос? Расскажи, как у тебя было это на опыте? Давай так. Мне 46 лет. У меня за плечами... Я врач, да. У меня за плечами 20 лет стажа и высшая категория. И я училась всегда, училась всегда всю мою жизнь. И в связи с тем, что я хочу все начать сначала в другой стране, мне нужен язык. Я понимаю, что он мне нужен. И этот первый год я для себя решила, что я буду посвящен только изучению языка. И это интересно. И чем больше я понимаю и могу говорить на языке, тем интереснее это становится. И изучая язык, мне хочется... В школе очень много дают знаний об Испании. Живя в России, Испанию ты не знаешь совсем. Я приезжала здесь, да, в течение 10 лет, раз в год, раз в два года приезжала. Но я не знала ни культуры, ни городов толков, ни климата. Я приезжала в одно место, и я даже не изучала язык, потому что мне это было не нужно. У меня там жили родственники, они там продолжают жить. Я не хотела жить рядом с ней, потому что с ними это все время разговор на русском. Если ты хочешь изучать язык, надо погружаться в среду, в того места, где ты живешь. Очень правильно. И в школе языковой еще дают, да, вот этот вот бэкграунд, когда ты понимаешь испанцев, понимаешь культуру, понимаешь активность. Они каждый праздник объясняют. Они нас... Очень много активности в этой школе. Они нас водят в музей, они нас водят... Когда был Лес Файс, они нас водили по всему городу и показывали, что это. При том, что мы только пришли, вообще ничего не знали. Они тогда испанского рассказывали. Что это? Что это за фигура? Для чего это? И мы понимали. Они так объясняют. Это удивительно, что ты, не зная языка, ты понимаешь, что тебе говорят. Разговор на улице я стала понимать вот где-то с мая месяца. То есть первые три месяца надо перетерпеть, пойти в школу испанского языка. Кстати, с агентством How to Spain ты можешь это сделать со скидкой 7% или получить студенческую визу в Испании. И начать вот эти три месяца сложные, потом понимаешь уже больше и больше. Сложные. Чем дальше, тем лучше. В языке главное регулярность. Вот ты регулярно его изучаешь, и он постепенно, и тогда бывают такие эмоциональные провалы, и все, ну не получится. Три первых месяца я очень расстраивалась, что я вообще ничего не понимаю, хотя язык немножко изучала. Но вот мне и сестра мне рассказывала, что когда она переезжала в Испанию, она перед этим два года занималась с репетитором. И она говорит, я думала, что я знаю язык отлично. Ну, говорит, она приехала, и она говорит, первые три месяца я не понимала вообще ничего. Вообще. Ну, может быть не три месяца, может быть меньше. Ну, где-то два-три месяца, говорит, была жесткая адаптация. Скажи про свой лайфхак адаптации. Как получилось адаптироваться? Звонила ли ты часто к нам в агентство How to Spend, чтобы мы как-то помогли или старалась? Благодаря вам вообще все получилось. Я получила Шенген. Еще важно, чтобы Шенген был больше 30 дней. Это самое главное правило. Да, самое страшное было во всей этой истории, это насколько дадут ли Шенген вообще и насколько его дадут. Мне дали на 6 месяцев. Это было невероятно. Я не верила, потому что обычно давали на 3-4 месяца. И когда я получила этот паспорт с Лизой до августа, все, я поняла, что у меня получится все. Я тут же написала тебе, ты сказала, тут же перезвонила. Мне что понравилось, что связь была очень быстрая. Только я написала, и так как я написала вечером, там сказали, мы вам перезвоним, ответим утром. В рабочее время. Рабочее время меня вполне устраивало, я люблю все делать заранее. И мы тут же начали готовить документы. Мы созвонились тогда. Я поздравила тебя, и всегда, как только кто-то получает студенческую визу, я и с вами радуюсь. Да, это было так приятно. И было столько вопросов, и ты так терпеливо отвечала на каждый вопрос. И я потом перезвонила еще несколько раз, потому что много информации в голове, много эмоций было. И много что не понимала, и на каждый звонок вот это вот терпение, вот это спокойное, совершенно довольный голос, приятный. Спасибо. Я тебе очень благодарна за то, что ты обратилась заранее. Потому что когда человек обращается заранее, это всегда более приятная работа, потому что... Есть время, чтобы что-то сделать. Чтобы что-то подготовить, понимаешь? И тебе спокойно, и мне спокойно. Поэтому если кто-то планирует переезд, я всегда рекомендую обращаться как можно раньше. Мария мне перезвонила, сказала, ура, Карина, я получила визу, вот тогда ты вот приезжай и давай наш план действий. И мы так чик-тик-тик-тик-тик-тик. Все, все по полочкам, каждый пункт был совершенно ясен. Скажи, то, зачем ты ехала в Испанию, за этим, наверное, комфортом, спокойной жизнью, ты это получила здесь? Было какое-то ожидание, реальность? Валенсия оказалась лучше, чем я думала. Сама Испания мне, в принципе, очень нравится. Здесь люди живут более спокойно, они более спокойно относятся к любым проблемам, которые могут возникнуть. Нет суеты, нет раздражения от того, что кто-то делает что-то медленно, что-то не успевает. Все спокойно ждут, все живут в своей жизни. Были ли какие-то страхи, сомнения перед переездом? Что-то тебя беспокоило или кто-то рассказал, а здесь все плохо, здесь тебя никто не любит? Слушай, ну были люди, которые говорили, что кому ты там нужна, но у меня это не первый мой переезд, когда мне говорили, кому ты там нужна в другом городе. Ты делаешь то, что тебе хочется, и все. И если есть желание, есть цель, ты не видишь вот этого негатива. Ты просто идешь и идешь постепенно. И здесь мне нравится, мне здесь комфортно, потому что люди очень доброжелательные. Все помогают. В чем начинаешь говорить со спанцами, в общественных местах, кто-то что-то спрашивает все время. Ты начинаешь говорить, ты понимаешь, что ты делаешь ошибки, никому это не интересно. Никто не исправляет, никто не смеется, никто не говорит фу-фу-фу там. Ну вот никаких таких вещей, грубо говоря, все спокойно к этому относятся и очень доброжелательно, да-да-да, все, понимают все, что ты говоришь, с ошибками, без ошибок. То есть в этом плане погружение в среду очень комфортное. Если ты уже задумываешься о переезде, но пока не знаешь, с чего же начать, записывайся к нам на бесплатную консультацию. Один из частых вопросов, который мне задают, Карина, а вы поможете искать комнату или квартиру? На данный момент у нас есть партнеры, которые, если вы хотите, мы можем поделиться контактами, но в основном это делает клиент. Расскажи, как у тебя это было и вообще сейчас-то, как ты уже полгода здесь, какие есть лайфхаки по поиску квартиры или комнаты в аренду как раз на первое время? Ой, жилье это сложно. Это сложно, да. Я смотрела все сайты в телеграм-каналах. Например, «Аренда Валенсия». «Аренда Валенсия», потом есть там женские какие-то сайты надо скидывать. В основном «Аренда Валенсия» и плюс подключила всех знакомых, которые можно, сестру свою. И сестра мне дала контакт ребят, которые сдают комнаты, квартиры в Валенсии. И выбор есть, выбор достаточно большой, но всегда ориентируешься на цену, потому что стоимость жилья здесь не дешевая. Ты живешь именно в Валенсии или в пригороде? В Валенсии я живу. А по цене от до какие развилки видео на сегодняшний день? На сегодняшний день от 350 комната, 350, 400, 450, 500. Это комнаты? Это комнаты. Ну, дорого. Наверное, 500 – это уже на двоих смотришь. До 500 комнаты, комнаты именно. А квартиры от 900, но чтобы снять квартиру, нужен контракт. И это очень сложно. Или оплата наперед, да, наверное? На за год. Полгода-год, да, как ты говоришь? Да, минимально полгода, но лучше за год, если нет контракта. И до, там, вот у меня девочки знакомые снимают 1200, 1500 квартиры, двухкомнатные, двух- и трехкомнатные. Ну, вот мы как раз сейчас работаем для того, чтобы найти для наших клиентов, которые обращаются по пакетному предложению, самые интересные варианты хороших партнеров, чтобы у нас и этот вопрос тоже был закрыт, и максимально комплексное решение вопроса. Да, этот вопрос очень важный и, на самом деле, достаточно сложноватый для самостоятельного решения, когда ты только приехал, вообще ничего не знаешь. Ну, благо, что тут есть много русскоязычных. Русскоязычных много, да. И ты заходишь в чаты, и ты общаешься. Плюс в школе много русскоязычных, которые уже этим вопросом, ребята, которые на курсы старше, они уже много прошли, и, в общем, это помогает. Одним из самых важных для меня именно вопросов, которые решило агентство, это вот сбор всех документов, и в этих документах необходима медицинская страховка. Так как, заезжая в Испанию, ты не можешь выбрать, и не можешь определиться, что тебе нужно, какая компания лучше, какая хуже, и где ее искать. И агентство предлагает вот этот вариант, предлагает несколько страховых компаний, ты выбираешь, на любые вопросы Александр отвечал, в любое время тоже, в любое рабочее время, очень быстро. И быстро сделали, и помогли оплатить, помогли заполнить документы, помогли вообще решить все вопросы. Для меня самое сложное – это документы. И все вопросы с документами решаете вы, и это отлично. Тебе понравилось, что было комплексно? Конечно, да. Вопрос подачи документов и оформления документов – это самый важный вопрос. Расскажи еще важное. Я знаю просто, что многие компании тебя оставляют на этапе, как только ты получил положительное решение. Я не сталкивалась. Ты можешь вспомнить, что сделали? Что How to Spain для тебя сделали? Докуда довел? До положительного решения или дальше? Вы меня ведете до сих пор. Я по любому вопросу могу обратиться. Ну, в принципе, вертически все уже сделано. Что было? Подача документов на ВНЖ, поиск ситы. Поиск ситы – это отдельная история в Испании. Для этого у нас в школе половина студентов всем занимаются сами. И это один из самых сложных вопросов, потому что найти и взять ее невозможно. И практически все платят кому-то, чтобы лапсам сит. Как вы знаете? Отдельная профессия из Испании. Отдельная профессия – лапсам сит. Некоторые профессоры хотят переучиться, когда узнают, сколько это стоит. Да, поэтому классно, что у нас есть возможность комплекса. И я вообще не думала об этом. Там все заморочены, все кого-то бегают, кого-то спрашивают. Я всегда на релаксе. Потому что я знаю, что у меня все готово. И если у меня что-то не готово, я могу обратиться, спросить. И мне всегда скажут, когда будет готово или что нужно для этого еще. Нет, вот этот момент очень важный для спокойствия и для жизни. Но на самом деле есть еще один сложный нюанс при переезде в Испанию. Расскажи про него, пожалуйста, подробнее. Ну, студенческая виза дает право на 30 часов работы в месяц. Или в неделю. В неделю. В неделю право на 30 часов работы. То есть по 6 часов в день. Да. С понедельника по пятницу. И это была такая прям хорошая опция этого вида ВНЖ. Я рассчитывала на нее, что можно будет, наверное, поработать. Но на самом деле для того, чтобы запросить возможность работы, необходимо, чтобы у тебя был работодатель, который был бы заинтересован в тебе. Чтобы был контракт от работодателя. И чтобы сделать этот запрос, нужна тоже определенная сумма нужна. Я сейчас не помню примерно сколько, но где-то в пределах 400-600 евро. И очень сложно найти работодателя. Очень сложно сделать этот контракт. Никто не хочет с этим заморачиваться. То есть такая возможность есть. Ты, правда, можешь получить право на работу 30 часов, если его предварительно запросишь. Но, как рассказывает Мария, есть определенные нюансы, сложности. И классно, что мы тоже здесь об этом рассказываем. Я очень довольна, что я обратилась к вам. Это искренне. Это искренне. Это от всего сердца. И это... Без вас это было бы намного... Во-первых, намного сложнее. Во-вторых, мне кажется, что это было бы невозможно. Все, что связано с документами для меня, это очень-очень-очень сложно. И ваша поддержка всегда. Ваша помощь. И ответы на все вопросы. И в любой вопрос, в любое время, как вообще, конечно, вы отвечаете. Я вам очень благодарна. Мария, спасибо. Я вам реально очень благодарна. Спасибо, что выбрала нас. Там тоже очень приятно. Нам очень приятно. Если ты зажегся идеей переезда в солнечную Испанию, подписывайся на канал, ставь лайк и задавай свои вопросы в комментарии. Или же приходи к нам на бесплатную консультацию. Пока мы с Марией приятно провели время в разговоре, уже спустился вечер в Валенсию. Мария, я тебе очень благодарна за твое время, за твой опыт, с которым ты сегодня поделилась с нашими клиентами, которые только планируют переезд в Испанию. Я думаю, твоя история их вдохновила. Я желаю тебе всего самого хорошего в Испании. Мы еще с тобой тоже будем на связи, потому что с агентством How to Spain можно не только получить визу, но еще и в НЖ получить на три года. Это будет или цифровой кочевник, или стартап. Я буду рада помочь тебе в дальнейшем и будем сохранять вот эту нашу дружбу. Потому что тот клиент, который с нами прошел 3-4 месяца, 5, вот мы с тобой 6 месяцев уже общаемся, на самом деле какая-то другая связь. И я тоже буду рада быть вашим другом в Испании. Наш прекрасный вечер подходит к концу. Буду рада быть твоим личным помощником при переезде. До встречи в Испании. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова